МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЛВДТП, но погиб под колесами автобусом. Двойная авария произошла на улице Свердловской. Вначале водитель Шевроле не вошел в поворот, врезался в иномарку, перевернулся три раза, затем еще врезался и в столб. После мужчина выбежал на проезжую часть, не оказав помощи девушке-пассажиру, и попытался скрыться с места происшествия, останавливая мимо проезжавшие машины. Очевидцы рассказывают, что мужчина вел себя неадекватно. Его пытались успокоить и убрать с дороги. Но в итоге мужчина бросился под колеса автобуса 50-го маршрута. Очевидцы уверяют, что сделал он это намеренно. Он пытался сбежать с места, он пытался поймать какую-то машину и уехать. То есть на светофоре машина остановилась, он открывает заднюю дверь, пытается в машину сесть, водитель сразу же ее, ну, то есть, сразу же поехал, прям сразу же, тот держался за дверь, его еще протащило. Кстати, я стоял сзади автобуса, вот того, ну, в который его, так сказать, под который он попал. И то есть получается так, что автобус с левого ряда, там, где он его остановил, перестраивается вправо, ну, то есть на правую полосу. И этот водитель, я не знаю, что им движело, он прям щучкой прыгнул под колесо. Вот он прям намеренно прыгнул под колесо, под заднее. По факту гибели водителя под колесами маршрутки сейчас начата проверка. Полицейские выясняют, был и погибший водитель в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. Остановлено, что пешеход находился на проезжей части с нарушением требований к правилам движения пешеходов. И по факту ДТП также ведется доследственная проверка. Пьяный водитель перелетел через ограждение и наехал на бригаду дорожников. Один человек погиб на месте. Авария произошла сегодня ночью на улице Щорса, рядом с торговым центром МАВИ. 22-летний водитель Мазды на высокой скорости ехал в сторону улицы Мичуриным. По словам очевидцев, парень не справился с управлением. Как оказалось, у водителя иномарки прав никогда не было, и автомобиль принадлежит совсем другому человеку. Кроме того, виновник аварии был еще и пьян. В отношении водителя, вероятно, будет возбуждено уголовное дело. В отношении хозяина автомобиля – административное. Пять лет тюрьмы грозит мужчине, устроившему стрельбу на улице Металлургов. Сейчас он задержан и ожидает суда, на котором решат, заключать ли его под стражу или оставить на свободе до рассмотрения дела. В совершенном преступлении мужчина признался и раскаялся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса. Это хулиганство с применением оружия. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Уже установлено, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Охотничье ружье официально на него зарегистрировано. Но сейчас, естественно, оружие изъято. В минувшую субботу мужчина устроил тир в собственной квартире. После этого он вышел на улицу и открыл огонь по припаркованному автомобилю, а потом устроил погром в павильоне неподалеку. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Полицейские задержали дебошира через пару минут. Соседи задержанного удивлены таким агрессивным поведением парня. Они не замечали, чтобы он злоупотреблял алкоголем, а наоборот говорят, что молодой человек был приветлив. Он женат и растил маленького сына. Группа молодых людей организовала хоровод вокруг полицейской машины. На кадрах видно, как десятки людей, взявшись за руки, кружат вокруг авто-госавтоинспекции с включенным проблесковым маячком. При этом молодые люди друг друга подбадривают и приглашают к ним присоединиться случайных прохожих. Как рассказывают очевидцы, хоровод организовали недовольные дрифтеры. Их возмутило то, что при уборке площади революции спецтехника насыпала большие кучи снега, которые помешали их катанию. К такому развитию событий полицейские явно были не готовы. Ведь приехали они на площадь революции за тем, чтобы выписать штрафы всем нарушителям спокойствия. Но большей части участникам хулиганской выходки удалось быстро разъехаться. А пока водители развлекались, кружа хоровод вокруг полицейского УАЗика, сотрудники правопорядка выписали административные протоколы. Всего их было составлено 74. В основном нарушения были связаны с отсутствием страховки и чрезмерная тонировка стеком. Также полицейские выявили двоих водителей в пьян... в алкогольном опьянении. Их машины были эвакуированы на спецстоянку. Хороводы вокруг патрульных машин дрифтеры устраивают по всей стране. В Брянске, Москве, Ростове-на-Дону и Сахалине. На острове молодые люди не просто кружили вокруг патрульной машины, а еще сопровождали все пением. Действия уличных гонщиков полицейские квалифицируют как опасное вождение. С мая прошлого года это нарушение официально вписано в правила дорожного движения. Правда, пока наказание для лихачей не принято. Но это сделают парламентарии, обещают, до весны. Сейчас рассматривают наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Одни встречали инспекторов на веселе, другие вовсе не открывали. Полицейские побывали в плохих квартирах. Помогают ли разговоры по душам встать на путь истинный, узнавал наш корреспондент. Равняясь, смирно, приказываю заступить на обеспечение охраны общественного порядка. Последние напутствия и полицейские отправляются на задания в самые опасные криминальные районы города. Свердловский, Ленинский и Кировский. У каждого наряда своя задача. Всего в масштабном рейде задействованы около 300 полицейских. Наша съемочная группа отправляется на задание с начальником отдела по делам несовершеннолетних. Алло, будьте добры, извините, это полиция. Откройте, пожалуйста, дверь. Здравствуйте. Я с инспекцией по делам несовершеннолетних, замначальника. 52-й в квартиру сказал, постучите. А что там 52-й? А да там сейчас такое. А детки где? Детки там же. В эту квартиру инспекторы наведываются часто. Здесь вместе с мамой живет Анастасия и ее трое ребятишек. В этот раз дома женщину застать не удалось. Но зайти в квартиру и проверить, в каких условиях живут дети, инспекторы обязаны. Правда, дорогу преграждает пес. Его хозяева привязывают к батарее, чтобы не мешал. А, что меня страшно. В этой комнате живут дети. На стенах паутина, на полу грязь, окно разрушено. Это все разваливается, я так понимаю. Ну и надо, что разваливается. Дети в таких условиях жить не должны. То есть мы сейчас вот будем, посмотрим, где сейчас дети находятся вместе с мамой, с кем она там проживает, по другому адресу. Выясним, насколько часто дети здесь находятся на этом адресе вместе с бабушкой. И будем принимать уже конкретное решение в отношении мамы, даже вплоть до лишения родительских ее прав и изъятия детей из семьи. Идем дальше. Сегодня начальник отдела по делам несовершеннолетних Светлана Селюкова должна найти мать вместе с детьми, которых не удалось застать по прописке. Анастасия вместе с ребятишками оказалась в гостях у своего знакомого и его мамы. В квартире чисто, готовится ужин. Правда и здесь жители злоупотребляют алкоголем. Как долго эта семья находится теперь у вас здесь по месту жительства? Второй день. Всего два дня? Да. Они насовсем к вам перешли? Нет. Сама Анастасия считает, что все в ее жизни сложилось хорошо. Дети ни в чем не нуждаются и живут в нормальных условиях. Сафа, двухъярусная кровать – это непригодные условия, да? Вы считаете, они пригодны? Я считаю, что да. Окно не нуждается в ремонте жить. Окно я написала заявление. Эту семью инспекторы возьмут на особый контроль, объясняет Светлана Селюкова. А вообще таких неблагополучных семей в Свердловском районе 60. К ним инспекторы приходят раз в две недели. Кого-то лишают родительских прав, а кому-то помогают исправиться. Юлия Бычкова, Михаил Масленников. Специально для программы «Свидетель происшествия». Сбитая накануне 15-летняя девочка скончалась в больнице. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Напомню, накануне на перекрестке улиц Вимбаума и Марковского подросток попало под колеса иномарки. На кадрах с уличного камер наблюдения видно, как пешеход начинает переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Однако, когда доходит до середины проезжей части, загорается красный свет. Девочка попыталась перебежать оставшуюся часть дороги и была сбита. От удара подростка отбросила на 20 метров. Полиции сообщают, что водитель иномарки был трез и просто не заметил ребенка. И сегодня о том, почему так часто дети попадают под колеса авто, мы поговорим с инспектором по пропаганде ГИБДД Ольгой Беляцкой. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно ли количество подобных аварий с участием детей увеличилось? Да, действительно у нас увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. И с учетом этого мы разрабатываем новые методы обучения несовершеннолетних разных возрастов. То есть мы работаем и с воспитанниками детских садов, и с учениками школ. Сейчас у нас уже заработал телемост со всеми школами города. То есть мы в режиме онлайн общаемся с детьми, и они могут нам задать через приложение Skype свои вопросы. Мы на них можем ответить. Но хочется немного статистики. Вот если увеличилось, то на сколько? Цифры какие? Если сравнить 2016 год с 2015, то количество дорожно-транспортных происшествий возросло на 20%. Если говорить о январе 2017 года, то по отношению с январем 2016 года у нас наблюдается улучшение, снижение аварийности на 30%. Но рост на 20% это внушительная такая цифра, это там ни один, ни два. Почему происходит? У нас не знают правила дорожного движения, родители не научили или что? Ну вы знаете, мы наблюдаем, что в основном увеличение произошло в ДТП с участием детей и пассажиров. Мы отчасти склоняемся к тому, по крайней мере, наши наблюдения показали, что очень часто используют некачественные детские удерживающие устройства. Даже сейчас Роспотребнадзор запретил изготовление таких специальных детских удерживающих устройств, как ФЭСТ. То есть продажа их еще... Это вот этот вот треугольничек, который называется? Да, продажа их не запрещена, она разрешена. Но заводу-производителю изготавливать его уже запретили. А также... А то есть за это еще будет штрафовать, да, как я понимаю? В каком плане? Ну вот если я буду использовать в машине вот этот треугольничек... Продажу использование не запрещает. Например, я говорю о заводе-изготовителе. То есть ему конкретно Роспотребнадзор уже запретил, потому что своим характеристикам оно не отвечает безопасности. Кроме того, у нас есть сейчас бескаркасные кресла. Родители часто их покупают для того, чтобы избавиться от тех же штрафов, но при этом безопасности они не отвечают. То есть в случае какого-то сильного удара ребенок получает серьезные травмы. И, соответственно, все. Вот у нас ДТП растет. Если коротко, что нужно делать родителям, детям, чтобы не попадать? И в этом конкретном случае девочка была, наверное, не очень права. Прежде всего мы всегда обращаемся к родителям, чтобы они показывали детям своим примером, как правильно себя нужно вести на дороге. Когда мы садимся в машину, мы должны прежде всего пристегиваться сами, а потом говорить, пристегнуться ребенку, потому что он все равно запоминает, он это видит и повторяет потом в последующем. Также, когда мы переходим дорогу, возможно, мы перешли, нарушили, не заметили, а ребенок, он потом это в последующем повторит. Этого допускать нельзя. Поэтому своим личным примером любой родитель, он должен обязательно показывать, как нужно себя правильно вести. И еще хочется отметить, что немаловажную роль играют светоотражающие элементы в нашей одежде. Их обязательно нужно использовать. Очень часто спортивная одежда у нас, детская одежда, она снабжена этими светоотражающими элементами, но классическая нет. И поэтому каждый родитель, он должен позаботиться об этом и сам, возможно, где-то с ребенком нашить, что-то сделать такое, для того, чтобы ребенок был максимально заметен на проезжей части, чтобы избежать вот таких вот несчастных все-таки случаев. Спасибо вам за такой краткий экскурс и что нужно делать, и какая статистика. Я напомню, что в нашей студии был инспектор по пропаганде ГИБДД Ольга Беляцкая. И мы продолжаем наш выпуск. Сел там, где захотел пьяный мужчина на картонке, несколько десятков минут сидел прямо на проезжей части. Преграждая путь автобусом и машинам, все происходило рядом с остановкой Театр Кукол. Очевидцы сообщают, водители не обращали внимания на мужчину, сидевшего на дороге, а просто его объезжали. Пару раз он чуть не оказался под колесами. Только через несколько десятков минут водитель внедорожника силой заставил изрядно выпившего мужчину уйти из дороги. Каждый день мы следим за происшествиями, которые происходят в городе и в крае. Фиксируем все данные из полицейских сводок. Так, за прошлую неделю в полицию поступило более 12 тысяч заявлений о преступлениях. По ним было возбуждено 1034 уголовных дела. По 649 случаям установлены личности преступников. Также за прошедшую семневку было задержано 36 подозреваемых в хранении и распространении наркотиков. Более 18 килограммов запрещенных веществ было изъято. На дорогах же зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек и 75 пострадали, включая четверых детей. И на этом все. О своих происшествиях, где вы стали очевидцами, сообщайте обязательно нам. И вы также это можете делать с помощью приложения Вибер, Ватсап или Телеграм на номер 8 953 585 14 14. Либо присылайте в нашу группу ВКонтакте, в Фейсбуке, либо пишите лично мне. С вами была Юлия Комлякова. Удачи вам!